Я вас приветствую, друзья, приветствую себя на кухне. В Италии меня зовут Руслан. В сегодняшнем видео начнем вялить утиную грудку. Мы уже когда-то готовили утиную грудку. Сегодня я вам покажу рецепт немножко другой. Будем выдерживать долго, не меньше месяца, чтобы пройти все правильные этапы созревания мяса, вяления мяса. Поэтому должно получиться очень вкусно. Специи передо мной, которые я буду использовать. Утиная грудка, вот купил уже в упаковке. Почищенная, срезанная, все как положенное, 350 грамм. Взвесил для проверки, оказалось даже немножко больше. То есть я уберу упаковку, немножко сольется этот сок, и будет точно-точно 350 грамм, вместе 700 грамм. И вот с расчетом на эти 700 грамм сейчас нужно будет взвесить специи. Специи, которые я буду использовать. Значит, с расчетом на мои два кусочка, весом 700 грамм общим, буду использовать чайную ложку черного перца горошка, одну звездочку аниса, чуть даже меньше пол чайной ложечки мускатного ореха, чуть меньше чайной ложечки корицы, и буквально с десяток горошин душистого перца. Соль. Использую смесь солей, то есть нитритной соли и морской обычной. Значит, с расчетом на 1 килограмм мяса, соль будет использована 27 грамм. Также добавил сюда, к соли, буквально треть чайной ложки сахара, обычного белого сахара. Теперь все это смешиваем. Так, это уберу для удобства. В сторону. Все это перемешиваем. Разломаю чуть-чуть звездочку. Приятный запах корицы, но вот с корицей не переборщите. Она дополняет запах специй своим таким очень приятным запахом, но очень легко с ней переборщить, поэтому немножко добавляйте. Видите, в принципе, немного посолочной смеси. Солим сухим способом в стеклянной посудине. Бросаю немножко на дно. Очень интересный микс травок, приятный запах. Так, еще чуть-чуть. Накрываю вторым кусочком. И высыпаю оставшиеся специи. Ну и солить буду где-то неделю. Я думаю, дней 7, да. Чтобы все равномерно просолилось. Специи пропитались. Чтобы уже начались процессы ферментации мяса. 7 дней. Каждый день буду открывать, немножко переворачивать, обминать. Сок, который выделится, сливать не буду. Так как есть, в этом во всем деле, буду проворачивать крышкой. Закрываю, в принципе, плотно закрываю. Все, я оставляю в холодильнике на 7 суток. Утка просолилась. В моем случае, простояла даже дольше, чем нужно. У меня она простояла 10 дней. Ну, просто не было времени. А вообще, нет смысла никакого ее солить дольше 7 дней. Ну, запах приятный, ничего не изменилось. То есть, все нормально. Немножко липко, это нормально. Потому что некоторые процессы ферментации начались. И теперь, я сейчас возьму сухие салфетки. И аккуратно сотру, уберу все специи. То есть, не промываю. А именно, вот, чистой салфеткой убираю специи. Продолжение следует... Ну, что надо, я не беру. Грудку я взял аккуратно, подровнял кожицу, где она была неровная, или выступала больше, чем нужно. И вот, что я хочу теперь сделать. Я возьму два кусочка, то есть с одной стороны более толстый и более тонкий. Следующий я возьму, положу толстым концом на тонкое место, чтобы он по толщине у меня получился, все вместе получилось более равномерно и одинаковое. И что я теперь хочу сделать? Я хочу, чтобы соединить эти два кусочка вместе, и чтобы кожица сыграла роль колбасной оболочки. То есть, чтобы утка не пересохла, и чтобы мясо получилось вкусное. И не очень сухое, а именно той нужной, хорошей консистенции. И вот, я для этого взял иглу, шпагат кухонный. И я хочу вот эти вот два кусочка вместе соединить, именно вот сшить вместе их. Цепляю за кожу. И буду все это стягивать вместе. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я закончил обшивать мясо, видите получилось все очень аккуратно, кожица полностью покрыла мясо, это чего я и добивался. При обшивании нужно следить за тем, чтобы не оставался воздух между двумя кусочками мяса. Вот это вот дело я бы подпрессовал бы еще немножко в идеале, но у меня есть вот такая сеточка для колбасы, вот так она не тянется, а вширь очень хорошо растягивается. И вот я загоню еще в эту сетку, дабы оно постоянно подпрессовывало мясо. Не буду пользоваться какими-то особыми приспособами, потому что кусочек не толстый. Попробую затянуть так. Нет, вряд ли. Зачем мучаться, возьму приспособу. А вся хитрость это просто кусочек гидравлической трубы. На нее натягиваю сетку. И мясо пропускаю внутри. И все дела. Нравятся мне эти сетки в колбасе в мясе, потому что они сразу придуют форму. Видите, какая аккуратная форма. И постоянно подпрессовываю. Продукт подсыхает, уменьшается в размерах, но сетка его постоянно подтягивает. Чудно получается. Теперь подвешиваю этот кусочек при комнатной температуре в кухне хотя бы часов на 8, не меньше. Дабы заработала нитритная соль. Потом перевешиваю в холодильник для созревания. Друзья, мясо у меня зреет в обычнейшем холодильнике. Ничем он не отличается от других холодильников. Старенький обычный холодильник. Без всяких там новомодных систем No Frost. Обычный. Так вот, в дверце холодильника подвешиваю. Обычно я всегда пишу дату, когда повесил. То есть, если будет зреть у вас в месяц, то явно забудете, когда уже повесили его. Висит уже прилично, дней 20. Вот, скоро будем пробовать. Значит, температура внутри у меня 8 градусов. Особо не слежу за температурой, за влажностью. Ну, если у вас слишком сухо в холодильнике, добавьте там, поставьте какую-нибудь тарелочку с водичкой. Влажность поднимется. У меня просто тут есть еще продукты, зелень постоянно какая-то лежит. Поэтому, как бы, влажность тут приличная в холодильнике. Я ее не дополняю там, водой, скажем так. Ну, что ж, ждем пока уже немножко подсохло. Плотнее стало. Корочка совсем обсохла. Скоро будем попробовать, как получилось. Ну, что ж, друзья, прошел ровно месяц. Самое время попробовать, как получилась наша утка. Осталась она еще довольно мягкая. То есть, не такая, конечно, мягкая, как была вначале, но мягенькая. То есть, она сухой не будет. Я надеюсь, что за месяц все процессы, созревание, ферментации все прошло. И вкус набрался. Тут нужный и приятный вкус сыровяленого мяса. Давайте проверим вес. 564 грамма. Такс. Ну, а теперь надрежем и поглядим, какое оно внутри. Приступаем. Красивый такой, балычный, приятный, приятный цвет. Я вот подумал, мне кажется, даже его можно было еще надольше оставлять. Она бы висела и становилась бы еще вкуснее и вкуснее. Но уже цвет неплох, мягкая. Я не люблю сыровяленные продукты, которые слишком жесткие, которые нельзя положить на бутерброд. Эту уточку вполне можно положить на бутерброд. Сейчас попробуем. Естественно, при дальнейшей нарезке, вот эту вот кожу нужно срезать. Потому что она становится очень тонкой, очень прочной. И есть ее невозможно. Мягкая, очень мягкая. А запах? Ммм, приятный запах специй. Чувствуется корица. Друзья, вкусно. Получается мясо очень мягенькое и вкусное. Отлично чувствуются все специи. И все специи подобраны в меру. Единственное, что я бы, честно говоря, это бы мы мясу дал бы еще повисеть. То есть, мне так кажется, вот в этой оболочке натуральной, кожа, под кожей жир, оно бы еще прекрасно бы висело минимум месяц. И становилось бы только вкуснее. То есть, оно уже готово, его можно кушать. Но, чтобы раскрыть именно вот до конца, я думаю, весь вкус, его можно еще вялить и вялить. Ммм, класс. Очень мягкая получилась, очень вкусно. Друзья, попробуйте приготовить. Это не сложно. Пока с вами попрощаюсь. До новых видео. До новых встреч. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok